Благовестие Израилю и всему миру Баруха Шем, да будет имя Господне благословенно! Мы, Синтия, приветствуем вас на очень важном выпуске программы «Узнавая еврейского Иисуса». Сегодня мы готовимся к празднованию Роша Шаны. Я уже предвкушаю это. Мне нравится праздник Роша Шаны, потому что он начинается со звуков шафара, трубы, которую ты сейчас держишь в руках. Этот звук пробуждает нас от безжизненности нашей рутины к жизни Божией, потому что он грядет к его возвращению. И я молюсь, чтобы сегодня сердца и души наших зрителей пробудились, услышав в звуках шафара призыв от Бога. Я прошу тебя, протруби в эту трубу. Аминь. Мы пробуждаемся, чтобы осознать, что Бог будет судить мир. Мы пробуждаемся, чтобы осознать, что Иешуа грядет со звуком трубным. Баруха Шэм, да будет имя Господне благословенно. Спасибо, что присоединились ко мне сегодня на программе «Еврейский Иисус». Мы продолжаем серию под названием «Святые осенние праздники». Я вдохновляю вас посмотреть предыдущий выпуск, первый эпизод этой серии. Я рассказывал об исторических истоках праздника, о котором мы будем говорить сегодня. Рошашана или Йом Труа. Рошашана означает «начало года». По иудейской традиции мы верим, что в этот день Бог сотворил мир. Также его называют Йом Труа. В книге «Левит» мы читаем, что в этот святой день Бог повелел нам дуть в шафар или трубу в знак напоминания. В прошлом выпуске я рассказывал, о чем нам напоминает звук шафара. Чтобы быстро вспомнить это, откройте книгу «Исход», 19 главу. Мы видим, что Господь явился более чем миллиону израилетян в пустыне на горе Синай. Как Он это сделал? Он начал дуть в свой шафар, небесный шафар. Звук шафара становился все громче и громче, и когда Он достиг Своего апогея, Своего крещанда, Бог заговорил. Миллионы израилетян слышали Его голос и трепетали. Дело в том, что звуки шафара с небес возвещали о том, что Бог спускается на землю и являет Себя людям. Как я сказал на прошлой неделе, то, что происходило в прошлом, повторится и в будущем. Поэтому святые праздники имеют значение не только в своем первоначальном историческом контексте. Они также имеют значение для будущего. В знак напоминания, израилетяне дули в шафар каждый год с того момента, как три с половиной тысячи лет назад было дано откровение. О чем им нужно было напоминать? О том, как Бог явил Себя на горе Синай со звуками шафара. Так и сегодня. Ожидая исполнения предсказаний, мы верим, что это святой день. Согласно 23 главе книги Левит, он напоминает о возвращении Иешуа, о котором возвестит звук шафара. Писание говорит в первом послании фессалоникицам, что Господь Иисус сойдет с небес вместе со звуком трубы. В 19 главе книги Исход Господь объявил о своем пришествии звуками шафара. Точно так же будет при возвращении Мессии. С небес раздастся звук шафара. Он будет звучать все громче и громче. Затем в небе появится Иешуа, и весь мир увидит его славу. Сегодня я хочу поговорить с вами о тех событиях на нашей планете, которые говорят нам о том, что возвращение Иешуа уже очень близко. Иисус сказал нам, что мы можем узнать о времени его возвращения по знакам, событиям, которые происходят на земле. Я не знаю, когда он вернется, но знаю одно. То, что мы видим сейчас в мире, это несомненно и определенно при людях к возвращению Мессии. Мы должны ожидать, что Бог уничтожит весь этот хаос и наведет в мире порядок. Давайте посмотрим, что сейчас происходит на земле, чтобы понять, что возвращение Иешуа действительно уже близко. Последние слова Иисуса в книге «Откровения» таковы. «Ей гряду скоро». Во-первых, в 19 главе Бытия мы читаем, что Бог уничтожил Содом и Гоморру из-за сексуальных извращений. Возлюбленные, если мы посмотрим на мир сегодня, то увидим, что мир осквернен сексуальными извращениями. Аморальность наводнила всю планету. Растет уровень детской порнографии. Гомосексуализм распространяется в западном мире буквально как эпидемия. Из-за сексуальных извращений Бог уничтожил Содом и Гоморру. Из-за тех же извращений Бог вновь будет судить мир огнем при возвращении Иешуа. Бог уже не мог терпеть сексуальных извращений, поэтому уничтожил свое творение в Содоме и Гоморре. Я предлагаю вам открыть Библию, и мы посмотрим 19 главу Бытия. Там мы прочитаем такие слова. «Еще не легли они спать, как городские жители, Содомлене, от молодого до старого, весь народ со всех концов города, окружили дом и вызвали лота и говорили им, «Где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их». Речь идет о сексуальных отношениях. «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и не спроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастание земли». Я прочитал вам 24-й и 25-й стихи. «Возлюбленные». Сегодня мы живем в такое же время. Очень часто молодые люди идут на первое свидание, планируя завершить его сексом. Святость убрали из уравнения отношений. Мы знаем, что Бог соединил мужчину и женщину, чтобы они стали одним в святом моногамном союзе. Брак — это что-то чистое и непорочное. Писание говорит, «Ложе ваше пусть будет непорочно». Однако сегодня люди занимаются сексом так же, как надевают носки. Он ничего для них не значит. Однако он священен для Бога. Люди настолько злоупотребляют этим святым даром, который Бог дал человеку, что Бог вскоре положит этому конец и очистит землю точно так же, как Он сделал это водненое. Почему Бог уничтожил землю водненое? Чтобы очистить ее и начать все сначала. Возлюбленные, Он сделает это снова, чтобы решить вопрос сексуальных извращений. В послании к римлянам, 1 главе, 25 стихе, и далее, в 27-м мы читаем, «Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь». Потому предал их Бог по стыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление, противоестественное. Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигали с похотью друг на друга. Одним из наиболее трогательных было свидетельство маленькой девочки. На вид ей было 7 или 8 лет. У нее была частичная глухота. Эта девочка родилась частично глухой, на оба уха. Но когда любовь Божия коснулась этой маленькой девочки, в ее жизни произошло чудо. Раньше она была глухой, но там она стала слышать абсолютно четко. Иисус полностью исцелил ее. Она увидела, как проходит Крусейд, и поверила, что Иисус исцелит ее. Она тайком убежала из дома, ничего не сказав родителям. Пришла на Крусейд, и поверив, что Бог исцелит ее, была исцелена. Она рассказала перед всеми, что Иисус исцелил ее. Раньше я слышала частично, а теперь я ясно слышу все. Воздайте Богу аплодисменты. В своем сердце она знала, что Иисус исцелит ее. И это произошло. Точно так же, как сказано в Библии, да будет ей по вере ее. Возможно, Господь ведет вас помочь Равину Керту Шнайдеру во всем мире. Это учение, пастырство и евангелизм множество людей в Африке, Южной Америке, на Карибских островах и в других местах. И проповедь и служение Божьему избранному народу в динамичном телевизионном служении. Программа «Еврейский Иисус» достигает людей по всему миру. С вашей поддержкой Равин сможет нести истину Слова Божьего людям, которые в другом случае могут никогда ее не услышать. Заходите на наш сайт или звоните по номеру, указанному на экране, чтобы подтвердить свое участие и помочь Равину. Мы продолжаем рассматривать культуру, в которой живем сегодня. В третьей главе второго послания Тимофею Павел написал нам, что перед возвращением Иешуа наступят времена тяжкие. Друзья мои, мы живем именно в такие тяжкие времена. Один из его признаков — разрушение брака. Сколько разводов, сколько опустошения, сколько растерянных и тревожных детей. Они не знают, кто их настоящие родители. Они разбиты и не могут научиться доверять, потому что выросли в разрушенной семье. А теперь послушайте. Если вы смотрите на сейчас, сами пережив развод, я не осуждаю вас. Благословенная надежда Мессии Иешуа может исцелить все, что угодно. Его кровь омывает все грехи. Бог может восстановить даже то, что кажется невозможным, потому что с Богом нет ничего невозможного. Поэтому цель не в том, чтобы кто-то почувствовал стыд или осуждение, но правда в том, что развод порождает множество проблем. Он очень разрушителен. Конва общества строится на прочных браках. Однако в нашем западном мире половина браков заканчивается разводом, и теперь многие люди даже не хотят создавать новый союз, говоря, «А зачем жениться? Чтобы вновь развестись?» Это мы и называем разрушением брака. В первом послании Тимофею 4 главе 3 стихе мы читаем о людях, запрещающих вступать в брак. Их концепция звучит так. «Зачем вступать в брак?» Это глупо. Посмотрите, что стало с вашими родителями. Они вступили в брак, затем развелись. Давайте избежим этой боли и не будем вступать в брак. Мы видим, как разрушение брака все больше распространяется в социальной сфере западного мира. Возлюбленные. Это признак, что все рушится. Это готовит мир к возвращению Иешуа Хамашеха. Также мы читаем во втором послании Тимофею 3 главе с 1 по 5 стих, что перед возвращением Мессии «Люди будут любить себя больше, чем Бога». Если это не характеристика нашего общества, то не знаю, что еще сказать. Сколько людей любят Бога больше, чем себя? Сколько людей на вашем рабочем месте, в вашем районе, говорят о Боге больше, чем о себе? Сколько людей отвергают себя, чтобы угодить Богу, потому что любят Его? Возлюбленные. Мы живем в самодовольном обществе, которые ищут удовольствия, которые ищут, как получить что-то для себя. Они скорее любят себя, чем любят Бога. А вы посмотрите, что сказано во втором послании Тимофею 3 главе. Если вы посмотрите на 1 стих, там написано «Знай же, что в последние дни» Именно об этом мы и говорим в последние дни, предшествующие возвращению Мессии. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, потому что люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанные, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Возлюбленные, мы живем на земле, духовная атмосфера которой сильно поколевалась. Еще сто лет назад у людей было больше здравого смысла. По крайней мере, они старались выказывать уважение и жить по правилам морали, потому что в людях был страх Божий. Сегодня большая часть общества забыла об этом. Люди отбросили все ограничения и гордятся тем, что стали гедонистами, искателями удовольствий, которые любят себя больше, чем любят Бога. Такой духовный климат говорит о последнем времени, о времени, предшествующем возвращению Иешуа. Иисус уже готовится вернуться за вами и за мной. Готовьтесь. А мы продолжаем. Мы видим в Писании, что в последние дни народ восстанет на народ, и они ополчатся против Иерусалима. Даже сегодня Иерусалим находится в центре мира, в центре противоречий и борьбы. Это небольшая страна размером со штат Нью-Джерси. Однако на ней столько внимания. Мы видим большое напряжение атмосферы. По сей день множество людей в Израиле погибает в результате атак бандитов. Послушайте, что говорит Писание об Иерусалиме. Мы видим, как усиливается политическое напряжение, когда Израиль продолжает двигаться вперед в своей судьбе от Бога. Итак, Писание говорит, «И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен, все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли». Чем дальше, тем больше народы мира приходят в ярость, пытаясь придумать, как их можно остановить. И вот что мне нравится. В Евангелии от Матфея 24 главе Иисус сказал, что перед Его возвращением Евангелие будет проповедано всему миру. Когда еще в истории Евангелие могло быть проповедано всему миру? Этого не могло случиться до появления радио и телевидения, до появления интернета. Однако сейчас, в последнее время нашей истории, с появлением радио, телевидения, интернета и прочих технологий, весь мир может услышать Евангелие. Да, на Земле по-прежнему есть необитаемые места, где еще не слышали Евангелие. Но благодаря технологиям Евангелие уже облетело весь мир. Миссионеры, в том числе и я, едем в такие отдаленные места. Мы свидетели того, что люди всего мира готовы и жаждут благое вести о Мессии Иешуа и Евангелии Царства. Это уже происходит. Благодаря космическим спутникам весь мир может услышать Евангелие. Возлюбленные, это готовит весь мир к возвращению Иешуа. На следующей неделе мы продолжим эту тему. Но вот что я скажу вам напоследок. Даниил писал, что перед концом на Земле умножатся знания. Даниил писал, что видел, как люди путешествуют по всему миру и знания значительно умножаются. Мы живем в то время, которое увидел Даниил. Даниил увидел, в последние дни люди путешествуют по всему миру, что в его время было совершенно невозможно. И также увидел, что знания невероятно умножились. Мы живем именно в такое время, в век информации. Сейчас век информации. Мы живем в духовном климате, предшествующем возвращению Иисуса. Что же нужно делать? Готовиться. Иисус рассказывал притчу о десяти девах. Они все верили, но только пять из них подготовились. А как насчет нас с вами. Мы с вами. Готовы? Подготовиться к возвращению Иешуаха-Машеаха. Значит, каждый день жить для Него, начиная с этого самого момента. Хочу попросить вас, если нужно встать на колени и сказать, «Иисус, прости меня, я хочу быть готовым к Твоему славному царству. Прости меня и очисти меня от моих грехов. Я отдаю свою жизнь Тебе прямо сейчас. Приготовь меня ко встрече с Тобой, Царь Иисус. Я хочу быть с Тобой в вечности в грядущем мире». Возлюбленные, Бог может совершать глубокую работу в вашем сердце, когда вы готовитесь к Его возвращению. Если вы посмотрели эту программу от начала до конца, то приняли Дух Божий, Который даст вам все необходимое для того, чтобы вам подготовиться. Мы постоянно получаем свидетельства со всего мира о том, как Бог Отец сверхъестественно касается людей и говорит к ним, когда они смотрят программу «Еврейский Иисус». Я знаю, что есть люди, к которым Бог проговорил во время просмотра этого выпуска. Вы могли почувствовать это в своей интуиции или в виде какого-то ощущения о вашем теле. Это бывает совершенно по-разному. Год назад, когда я был на миссии, мы проповедовали четыре дня. Я вел сессии для пасторов, а по вечерам проповедовал всему городу. Последний вечер я проповедовал о возвращении Иешуа. Один молодой человек вышел вперед, он каялся во многих грехах своей жизни, когда услышал послание о возвращении Иешуа. Это спасло его. Это послание звучало уже три раза, но только в четвертый раз Бог прорвался в сердце этого юноши, коснулся его и спас. Это действительно послание надежды, искупления и нового видения от Господа для всех нас. Подлинная эмуна, что значит вера на иврите, включает в себя осознание, что в жизни есть нечто большее, что после смерти с нами что-то происходит. Как ты сказала, праздник труп напоминает нам о двух вещах. Первое, Бог будет судить мир, нам нужно ожидать этого. Поэтому Рошашана или Йом Труа предшествуют Йом Кипуру, что значит, нам нужно осознать последствия греха. Рошашана готовит нас к Йом Кипуру, Дню Искупления. Идея в том, что Бог будет судить мир, поэтому нам нужно примириться с Ним. Как нам с Ним примириться? Обратиться к Иисусу и покаяться. Да, и это пробуждает нас от мысли, что жизнь это наш маленький ограниченный мирок. Это мир Бога. В нашей жизни есть нечто большее. Господь грядет за нами. Наш царь, наш жених грядет. У него есть большой план, и он хочет пробудить нас для этого великолепного плана. Мы должны ожидать его. У нас жизнь одна, она быстро пройдет. Но то, что сделано для Христа, не придет. Это жизнь как пар, небеса для вечности. Отец, я молюсь, чтобы ты говорил к людям и с помощью звуков шафара приготовил всех нас, царь Иисус, к своему возвращению. Мы находимся в особенном сезоне. Возлюбленные, знаете, что данный сезон это сезон шувы, то есть покаяния. Истина в том, что часть верующих не хранят чистоты ради Господа. То же и скажу об их деньгах. Вы верите в Бога, но не доверяете Ему до такой степени, чтобы чтить с Его финансами. В Писании есть правило. Мы должны отдавать Господу не меньше 10% всех наших доходов, будь то еженедельные или ежемесячные даяния. Десятая часть ваших денег принадлежит Господу. Скажется, пытаешься мной манипулировать и в кошелек залезть? Я не манипулятор. Правда в том, что в данный сезон покаяния я прошу вас навести порядок в сердце ради Отца в области денег, если там нет порядка. Ведь если мы не отдадим деньги под начало Бога, то это верный знак, что наше сердце бунтует против Него. Хочу, чтобы вы были благословлены. Но важнее то, что этого желает наш Небесный Отец. Наведите порядок в области денег, и тогда все встанет на свои места. Шалом вам, возлюбленные. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои праздничные пожертвования по адресу, которые вы видите на экране. Для пожертвований кредитной карты позвоните по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС со словом РАБИ на номер 4537-78. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В благодарность мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Благодаря вашему дару Израиль и мир спасутся, исцелятся и получат освобождение через телевидение, интернет и массовые богослужения. И напоследок многие были верны Господу через свои даяния. Кто желает пожертвовать финансы и имущество служению еврейский Иисус, зайдите на сайт, адрес которого на экране. Я на Масличной горе. Завершим передачу благословения. Бог Отец сказал, чтобы мы благословляли им его народ. В книге числа 6 глава 22 стих Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом его, и тогда он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Пусть Бог Отец, Яхве, Бог Израиля благословит тебя и соблюдет. Пусть осветит тебя сиянием лика своего и явит милосердие. Пусть Отец Владыка твой возрит на тебя светлым взором своим. И пусть снова и снова любимому чаду дарует мир. Откровение сегодня для лучшего завтра. Смотрите программу «Узнавая еврейского Иисуса» на своем носителе. Подпишитесь на наши обновления. Следите за нашими новостями в Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и подпишитесь на нас в Ютубе. Присоединиться к служению «Узнавая еврейского Иисуса» очень легко. Будьте с нами. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Наши молитвенники готовы ходатайствовать о вас. Отправьте нам молитвенную просьбу, посетив наш сайт или пишите по адресу, который на экране. Наши служители поднимают в молитве все просьбы Господу и просят, чтобы Бог ответил на них. Если Бог ответил вам или послужил через наше служение, отправьте нам свое свидетельство. Мы порадуемся вместе с вами. Ваша история ободрит других людей. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства. Дорогие мои, если вы никогда не приглашали Иисуса стать вашим Господом и Спасителем и чувствуете побуждение к этому, знайте, это Дух Божий вас зовет. Заходите на мой сайт, Бог любит вас. В эти осенние праздники Бог напоминает, что возвращение Иисуса наступит скоро. Присоединяйтесь к нам через неделю и вы найдете секреты верной Господу жизни.